Слава Украине, привет всем от Полонского. В воздухе запахло переговорами. Ну так, как это выглядит, судя по действиям наших партнеров, а также расистов. Так это мне кажется, я думаю, я думаю, я прав. Да? И вот в связи с этими переговорами, так сказать, есть одна очень такая интересная историческая параллель 1939 год. Да, еще давайте все-таки я договорю. Смотрите, переговоры и то, на что нас толкают, прежде всего, Соединенные Штаты Америки. Ну, это если будет речь идти о Трампе. Хотя, я думаю, демократы, на самом деле, от него далеко не ушли. Поэтому, на самом деле, это все будет шило и мыло. Поэтому они подразумевают территории взамен на мир. Да, они, кстати, такое же дерьмо когда-то Израилю предлагали отдать газу, вывести войска из газы, вывести, чтобы Израиль вывел войска из Южного Ливана. Помните? 2000-е годы Израиль выводит войска из Южного Ливана. И все мы прекрасно знаем, чем это все закончилось. Войной, резней 7 октября, которую устроили террористы Хамаса. А потом Хизбалла начала долбить Израиль с севера. Вот вам чем заканчивается лозунг, совершенно идиотский лозунг, территории взамен на мир, когда ты имеешь дело с террористами. Ну, там Хизбалла и Хамас, у нас Россия, сами понимаете, она одно и то же. И те террористы, и другие террористы. Да, так вот я специально вспомнил как бы Израиль, потому что вот абсолютно такая же подобная ситуация. На них давили штаты. Да, вот выйдите из газа, мы там сделаем демократию, все будет красиво. Сделали. Хамас. Хамас-стан сделали такой жутчайший. Чтобы вы поняли, там еще и война. Да, это отвлечение такое, но это важно для понимания ситуации. Там еще война была. Так вот, чтобы вы поняли между Хамасом и Фатахом. Хамас победил тогда, когда израильтяне вышли. Вот. И чтобы Фатах ему больше не мешал, значит, он взял и со всем пленным бойцам Фатаха простреливали коленные чашечки. Ну, это так. У них ничего страшного. Ну, подумаешь, да. Чтобы они больше не были бойцами. Ну, вот. Чтобы понимание, да, как с террористами заключать мир, это договариваться о чем-то, что-то там подписывать. Да. Но это еще мелкие. Хотя тоже 7 октября. Можно ли назвать мелким? Резня такая еще. Да. Да. Но была более крупная резня. 1939 год. Англия и Франция, стремясь там умиротворить Гитлера, отдают ему Рейнскую область, дарят ему Австрию. Помните аншлюкс? Да, да, да. Чехословакию. Да, тогда была единая страна. Чехословакию подарили тоже Гитлеру. Ну, и потом, значит, когда Гитлер и уже Сталин вместе напали на Польшу с двух сторон, еще и Польшу, значит, половину Польши, потому что вторую половину украл Сталин. Да, еще и Польшу подарили Гитлеру. Все, умиротворим чувака. Классно. Значит, ну, дальше же он не пойдет. Чем кончилось? Сразу после этого он напал, он оккупировал Францию и напал на Великобританию. Вот что такое умиротворение агрессора. Вот что такое, когда ты даришь бандиту, террористу, типа Гитлера, либо Путина, либо этого Хамаса, что все то же самое из одной бочки воняет одинаково. Ты отдаешь территории взамен на какой-то призрачно-фантастический мир. Дело в том, что бандит типа Гитлера, Путина или там хамасовцев, они не понимают компромиссов. Они их расценивают как слабость, да? А когда они расценивают что-либо как слабость, что они делают правильно, они тут же как бешеная собака нападают. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну да, будут переговоры, да, придем к какому-то соглашению, потому что, потому что, потому, судя по всему, с потерей территории временно. Мы не будем признавать, конечно, оккупацию расистами этих территорий, и ни одна страна в мире это не признает. Ну, я не знаю, кроме там Буркина фасоли, или еще какой-нибудь фасоли. Вот. Ну, а так мир, конечно, этого всего не признает, но надо всегда держать в голове 7 октября прошлого года, и надо всегда держать в голове 39-й год. Вот тот первый, да, вариант, который дарили Гитлеру налево-направо. Я Чемберлен верещал, я привез вам мир, а потом началась Вторая мировая война. Имейте это в виду.